здравствуйте коллеги работа посвящена представлению конспектов полицейклических грамматических углеводородов методом машинного обучения в последнее время в основном и все больше интерес набирает такая такой раздел как астрохимия это наука направлена на изучение молекулы их взаимодействия в асономических объектах таких как туман и стереон представлены на слайде в том числе астрохимия занимается изучением органических молекул в асономических объектах которым также относятся и молекулы полицейклических грамматических углеводородов или коротко пау для того чтобы эти молекулы можно было задетектировать в этих объектах применяется такой способ как спектроскопия то есть эти молекулы могут поглощать излучать на определенных длинных полных в инфракрасной области и имея спектры быстро в инфракрасной области можно эти молекулы обнаружить однако для того чтобы идентифицировать индивидуальные молекулы в этих спектрах необходимо иметь собственно говоря сами рекоспектры молекул пау какие для этого существуют способы ну первый самый простой это экспериментальный однако стоит сразу сказать что этот метод подходит лишь для небольшого числа молекул около ста а поэтому прибегают к расчетным методам основанным на теории квантовой химии теории функционала плотности этот метод обладает высокой точностью однако у него есть минус участие в том что слишком ресурсоемкий расчет в частности если речь идет о молекул пау поэтому все больше внимания обращается машинное обучение здесь скорость предсказанных спектов относительно высокая однако необходима оценка точно списка не а спектров есть работа одна была найдена краска которая была посвящена предсказанию астрахими спектр астрахимически значимых молекул пау однако есть вопросы связанные с ограничениями в этой работе которых я расскажу далее а собственно говорят таким образом целью данной работы стало предсказание и оценка риска не и к спектр в пау а в качестве источника мы использовали базу данных и и к спектров представлены от нас а там а молекулы их около 4000 на данный момент представлены формате и xyz координат атомов их для удобства переводили с маус и используя функционал библиотеки rd kit мы предлагаем два способа представления молекул машина читаемом виде а первая основана использование молекулярных опечатков они же фингерпринты то есть молекула фрагментируется на отдельные фрагменты и таким образом формируется битвектор молекулы в которой позиции битвектора как раз таки представляет фрагмент а количество это а а значение это количество фрагментов в каждой молекуле ну и как уже неоднократно упоминалось молекулы обстоят собой по сути граф где атомы и химические связи это узлы и ребра соответственно поэтому я взаимодействую используя графовую нейронную сеть можно обучать и предсказывать и к спектр и к спектрам они в базе данных представлены как такие наборы волновых чисел и соответствующих интенсивности спускания света в к области которые раз таки рассчитаны методом дифти эти все значения количество этих значений для каждой молекулы может разное поэтому для того чтобы была возможность обучать и и предсказывать модели мы все а спектры усреднили и и сприцировали на равномерную сетку волновых чисел таким образом получали спектры из то есть массивы из 105 значений устременных из и 105 и специфика сезонных значений интенсивности испускания прежде чем переходить к обучению и предсказанию мы провели приводительный анализ данных это только раз таки чего не было сделано в упомянутой мною работе в должном образе здесь мы провели исследование распределение молекул по числу атомов и обнаружили что так сказать большие молекулы пау то есть это те состав которых ходят от 150 до и более атомов они представлены хуже всего в наборе данных это необходимо учитывать при разбиении данных на обучающие тренировочные наборы поскольку при случайных разбиениях может происходить может выстреливность при предсказании страдать второй момент очень важный то что молекуле в наборе данных существует молекулы с ненулевым зарядом через разные заряды если говорить просто заряд это некое свойство молекула которое не может быть выражено топологически то есть но они не отражено на структуре молекулы сумма в сумме эти заряды составляют около трети всей базы данных и скорее в чем тут заключается проблема а допустим у нас есть некая молекула такой структуры и соответствующий спектр если мы возьмем такую же молекулу заряда минус то ее спектр будет отличаться то есть а заряд влияет на вид спектра и как я уже сказал а топологические дескрипторы не могут отразить информацию о заряде молекулы то есть не фингипринты и не графы не способны это сделать в качестве решения мы предлагаем два подхода то есть закодировать заряд используем к мерам анкот энкодинг или каждому заряду можно сопоставить вектор случайных чисел мне было удобно это сделать через обидинг и подытоживая блок про анализ данных мы предложили весь среди размене данных зависимости от двух случаев то есть мы рассматриваем два случая когда мы только когда мы предсказываем и когда мы обучаем предсказываем молекулы только нейтральные здесь мы предлагаем размене по числу атома в молекуле то есть вся все весь набор данных делится на четыре квартеля и из каждого отбирается часть данных на тренировочный набор часть данных на обучающий набор в случае когда мы предсказываем и заряжены нейтральные молекулы здесь проще здесь просто мы для каждого заряда отбираем часть спектров на на тренировочный набор часть спектров на обучающий набор например со соотношение 20 часть спектра там чаще часть спектра на тестовый извиняюсь ну соотношение 820 например теперь когда мы поговорили про данные можно сказать какие молекулы какие модели мы использовали для поскания коспектров молекул первая такая простая классическая модель их же boost на нем подавали а битве вектор молекул то есть мы использовали представление через через фингерпринты втором случае мы использовали графу нейронной сеть здесь мы использовали представление а молекулы в виде мулькарного графа то есть мы исходя из изначальной информации извлекали атомные и избегали эмбиддинги для атомов и связей подавали это на графовые слои с мультихэд attention в результате эти эмбиддинги преобразовались потом в итоге они усреднялись получались мулькарные эмбиддинги которые мы подавали на линейные слои таким образом получали для обучения мы использовали функцию потерь хюбера в качестве метрики для оценки предсказания мы использовали касание similarity она же косинусная мера поскольку наши спектры представляют собой по сути вектора то раз таки вот использование косинусные меры может нам помочь нашей задачи для оптимизации гиперпараметров в случае же и живуста менялась оптюна здесь также краски подбиралась и функция потерь здесь представлены графики лосс на обучение и метрики на вальдации которые показывают положительные тренды чтобы это обучаемости нейронной сети ну и какие бы таки получать результаты здесь для случая предсказания спектров нейтральных молекул мы использовали их же пусть и графу нейронной сети их же пусть показывает лучшие результаты более того мы сравнили уже мы смыслами ли наши результаты с моделью из предложены предложены его уже упомянутой работе кого чем и его коллегами и показалось что и в наши и в этом случае наша модель а показывает лучшие качества предсказания и к спектру впал если говорить про случай заряженных молекул тут мы уже обучали используя только их же буст мы видим что учет заряда тоже важен мы видим что качество спектр получается примерно сопоставимое с тем что если мы обучаем только в том случае когда у нас метальные молекулы если говорить если смотреть более конкретно то мы видим что для молекул 1 тоже структурно с разным зарядом у нас модели хорошо предсказывают как один спектр так и другой способны их отличить и чтобы окончательно сказать превосходство нашей модели над моделью ковача мы взяли случай когда мы из всего набор убрали заряженную молекулу то есть это и финальный вариант предложенный ими то есть их модели мы обучили на только не нейтральных молекулах сформировали общий тестовый набор на котором мы предсказали их подсказать спектр и с помощью и их обычной модели и с помощью нашей модели живут с которой при этом обычно и на заряженных и на нейтральных молекул и даже в этом случае наша модель а показывает лучший результат как по среднему значению госсоммеры как и по указанным а бокс потом который в сути отражает значение для каждой молекулы в тестовом наборе и если мы справа добавим еще и заряженный спектр тут тут как бы станет все совсем плохо и разница между нашими моделью и их моделью будут более явные ну и в качестве еще такого интересного момента мы посчитали средний госсоммеры для каждого вида заряда в целом все логично то есть те данные которые представлены большей степени для них обучение лучше однако есть одна особенность связанная с тем что для молекул за этом плюс 2 обучение по искания как качественное паскал они получились хуже хотя эти данные представлены в большей степени в наборе данных и более детально очень вопрос оказалось что а среди молекул за этом плюс 2 встречается такие молекул литра атомами то есть в ограниченными вообще молекулы где-то этого С гетероатомами это не что-то такое экзотическое, но там обычно под гетероатомами подразумевается атом азота, кислорода, здесь же это атомы железа и атомы магния. Ну, видимо, авторы баз данных считают, что, ну, или, возможно, знают, что такие молекулы могут сформироваться и существовать в космическом пространстве. Ну и поскольку они представлены в очень, в единичных случаях в базе данных, то представление для них тоже хуже. Тут уже именно сказываются структурные особенности, сможем видеть, что для них значение количества с меры не превращает 0,6, что объясняет, почему для молекулы плюс 2 учение в целом качественного присоединения получилось хуже. Но пока полученные нами данные нас полностью удовлетворяют, они, в принципе, вполне публикаемы. И, подытоживая, опять-таки, все сказанное, все представленное, мы смогли выполнить разведочный анализ данных, что не было сделано до этого должным образом. Мы смогли выявить особенности, связанные с наличием заряженных маниакул и с представительностью данных. Кроме того, мы реализовали алгоритм присоединения с помощью классической модели XGBoost и модели графов нейронной сети. И в результате выявили, что модель XGBoost отлично справляется с присоединением спектров. И тут посыл такой, что, наверное, стоит больше не усложнять модель, а именно больше думать о том, как лучше представить данные в исходном наборе, поскольку их мало, и в целом с представительностью есть некие проблемы. Ну, я поздравил вас за внимание. Спасибо большое. Вы очень интересный вопрос. А вот с точки зрения химии, можно пару вопросов? Да. Если просто посмотреть, интерпретировать визуальный экоспектр для АВАО, какие принципиально функциональные сполз-каких групп в первую очередь чувствительны к его структуре? Сказалось бы, функциональные группы плюс визуальный экоспектр. Да, да. На самом деле это хороший момент. Я просто для интереса взял несколько спектров, предсказанных для нескольких молекул, и оказалось, что в принципе в среднем эти спектры реально похожи. То есть потому что у них общие функциональные группы, то есть это по сути просто кольца-кольца. Но на самом деле эта база данных так хитро подобрана, что опять-таки есть гетероатомные молекулы, есть опять же молекулы с различными зарядами, заряд влияет на экоспектр. Ну и просто даже сами структуры тоже могут немного отличаться. Казалось бы, у нас есть только углерод и водород. Поэтому как бы, ну так вот, видимо, подробно хитро эта база данных, чтобы спектры не все были похожи друг на друга. Вот такое наблюдение действительно замечается. Это слишком простые случаи, да. Здесь скорее, наверное, для них не будут, поскольку у них как бы структуры более регулярные. Но тут как бы случаи сложнее, потому что речь идет о таких молекулах, которые в наших условиях существовать не могут просто. Вот тут очень большой набор разных молекул. Я могу, если что, базу данных дать, можете посмотреть там, там очень интересно. Ага, хорошо. И такой момент. А не попомментируете, как в статье, которую вы привели, а данные, афтер верифицировали правильность данных. То есть как это делилось? Экспериментально? Случайно просто. То есть там, да, там просто были эти же спектры, то есть как бы там база данных общая. На самом деле просто я многие идеи почепнул оттуда. Вот, просто они улучшены оказались. Но по сути они как бы просто взяли, они удалили, значит, все спектры, для которых повторится манта, то есть все эти вот заряженные молекулы. Вот, и просто каким-то случайным образом разбивали. И как раз-таки здесь оказалась проблема. Почему я сказал, что важно делать анализ данных? Я начал работу с как раз-таки анализа детального их работы. и вот они как бы вообще предлагали качество оценивать на EMD. И я просто попробовал взять и случайно запустить. И вот то значение, которое они давали, и то значение, которое у меня получилось, у меня получилось в итоге лучше. Вот, оказалось, что как раз-таки это связано с представительностью данных. В случае, когда EMD, ну, EMD, если она большая, то это как бы хуже. В случае, когда EMD наибольшая, тут как раз-таки в данных присутствуют эти вот большие молекулы, которые представлены хуже всего. И поэтому можно отручить, что просто эти вот случайные разбиения могут приводить к таким вот колебаниям исходного результата. Поэтому, да, вот там вот есть такая проблема. У них просто было какое-то случайное разбиение, то есть не с вами никого. Есть фундаментальные разбиения? Да, да. А вот с точки зрения верификации, что именно этот спектр относится к комплектному соединению, если бы его экспериментально поделиться не можно? Это все расчетно. А, да. Да, в DFT. А вот у меня такой вопрос. Ведь в DFT есть фундаментальная проблема, что колебания за счет ангармоничности считаются, верно, неточными. Вот это же оно допустимо для идентификации или этого фундамента? Где-то 5% по частоте, но в любом случае ошибаюсь. Ну, в принципе, я могу так сказать, что вообще, если говорить про идентификацию именно применительно к асрохимическим объектам, ну, асрохимическим объектам, то там, ну, то есть это может казаться, скорее всего, на... То есть если у нас, например, было бы очень хорошее разрешение, какой-нибудь детектор, мы бы там увидели бы эту разницу. Но в космических телескопах, насколько мне известно разрешение, там, мягко говоря, не очень. Поэтому, наверное, такая проблема там не будет просто так фигурировать. Но вообще, конечно, мне было в основном тоже интересно проверить. Я вот не успел, к сожалению, это доделать, но я обязательно это сделаю. Именно на экспериментальных данных. То есть в этой базе данных есть и расчетные, и экспериментальные. Их, конечно, меньше сильно, их там как раз около 100 штук. Но я хочу вот именно модель, обученную только на расчетах, проводить, присылать на эксперименте. Понимаете, что там получится тоже. Интересный подход, потому что, на самом деле, не только эта проблема, которую вы сказали, но, возможно, просто EDFT, он не учитывает некоторые эффекты, которые действительно есть в реальности, связанные с влиянием с соседних групп, например, или чего-нибудь еще. Вот, поэтому мне интересно пробовать тоже с этой точки зрения. Все, ладно, спасибо. Вы когда сравнили свои результаты с работой опубликованной, вы делали это на той же выборке, что и не... Да, да, вот как раз-таки вот, особенно вот этот блоксплот, он был построен как раз-таки на общий тест вы выборке. Поэтому все честно тут с точки зрения... Вопрос. Вот если у вас, ну, спектры, которые вы, то есть, на которых вы обучаетесь, да, они либо EDFT сгенерированы, либо они эксперименты... Чисто EDFT. Да, справедливо, но боюсь, что это тяжело говорить по ошибку, именно несоответствия рассчитанных экспертных спектр, потому что просто экспертных спектров для этих молекул нет. Я говорю, это очень экзотические молекулы, которые просто, наверное, не могут существовать на земле в целом. Ну, то есть у нас, в наших условиях земных. Я поняла, тоже есть какая-то ошибка, как было сказано? Внутренне, я думаю, скорее, это ошибка связана как раз-таки с несоответствием экспертных учебных спектров. То есть погрешность как-то была там? Ну да, то есть и в базе данных, она тоже как бы что-то про это не сказана. Да. Спасибо. Да. Вы считаете, насколько спектра становится по скрипу химическому? То есть, как рассветили это, поскольку спектр, соответственно, каждый пик остался в филд, просить его на реперном? Я бы еще не очень понял вопрос. Значит, реперного. С самым спектром? Да. Вот нам какие-то взрослые филдические идеальные совпадания. То есть, лишая ошибка. Нет, опять же, мы… А, то есть предсказанного и исходного? Нет, опять же, мы так не делали, потому что это делать можно, когда у нас спектр в специальном виде вот этих вот точечных… не точных, а единичных линий, да, как… Сейчас, извиняюсь. Как вот здесь, не здесь. Как вот здесь, да? То есть, если бы, например, мы получали бы такие единичные линии, то в этом было бы смысл подсказать. Но опять же, мы спектры заведомо усредняем, полагая, что большое разрешение здесь не нужно, потому что мы решаем асономическую задачу. Это нетипичная задача органической химии, да, то есть это важно подчеркнуть. Вот здесь все-таки именно упор больше на то, чтобы это могли использовать асономы. Ну, еще один вопрос. Вы знаете, как вы исследовали, то есть это стандарты, получается, органическая стратка, методистическая балкельная. Я… Это стандарная просто практика, что обычно стандарты рассчитаны без упорядок заборочек. Вот. Они могут совпадать, но есть некоторые артефанты, или в ее предзоре, а с ними не дают. Я хотел как раз таки сказать, что вот почему интересно проверить, как будет модель предсказывать экспериментальные спектры, потому что, да, действительно, я, конечно, не так хорошо разбираюсь с DFT, честно познаюсь, но я знаю, что вот просто из своих каких-то знаний, что DFT может не учитывать некоторый эффект. Поэтому, да, важно будет и тоже на экспериментальных данных тоже обучить. Не обучить, вернее, а предсказать именно обученный только на насчетных. Я вот это сделаю в ближайшее время. Спасибо за вопрос. Да, еще? А, мы начинали за вопрос. Да, конечно. По тех, что вы показывали, в большинстве с твоего видимо очень сильный сигналы и тысяча восхитилетов. А я правильно понимаю, что это пульсация этих колец? Не могу, честно сказать. Я не занимался конкретным отнесением, но это тоже можно изучить. В принципе, такая идея тоже была. Именно даже вот обратная задача, не предсказание по фрагментам, а вот может быть именно из спектра предсказываются отдельные структурные фрагменты. Но вообще, да, встречаются как раз-таки вот эти вот совпадающие области, которые есть у каждой молекулы, поэтому можно, в принципе, искать, что это ароматические кольца. Спасибо. Спасибо.